It's a rainin' ban! Hallelujah! Кому из петербургцев не была знакома знаменитая толкучка? Да посмотри на меня, ну какой мне шампунь! Ощущение апокалипсиса тотального. А если захочется, тут же под боком и обжорный ряд. Очень вкусно пахнет мочой. А сова и надо? Не-не, не надо. Все на апраксин рынок, кали-баба. Опрашка! Welcome to Saint Petersburg! To aprashka! Что для вас, парни? Привет всем! С вами Дедушка Мороз. Борода непонятно из чего. И сегодня мы будем с вами гулять и пугать обитателей вот этого замечательного места под названием Апраксин Бор. На петербургском арго. Оно называется Апрашка. Ему я отдал два года своей жизни. Надо сказать, что в таком виде, в котором оно предстанет перед вами сейчас, я его не видел никогда. И все благодаря волшебной пандемии, которая, слава богу, уйдет на спад. Появились волшебные слова типа Плато и прочее, прочее. Но, естественно, я вам сегодня, как правило, как у меня заведено, буду рассказывать не только про трэш и угар, но и про какие-то культурологические вещи. То есть мы с вами будем гулять и по Садовой, и по Фонтанке. Но, конечно, основной путь наш будет пролегать через эти замечательные места. Поэтому вот здесь мы еще с вами окажемся прямо там внизу через какое-то время. А сейчас мы с вами выходим на Садовую улицу. И надо сказать, что Апраксин двор, ну, отгадайте, в честь кого он получил такое название. Сейчас у нас там помоганцы застряли. Саша! Саша! Вы догоняйте нас. Мне будет просто помогать сегодня замечательный человек. Кстати, я у него еще пару слов скажу. Мы выходим с вами на Садовую улицу. Апраксин двор назывался в честь, как вы думаете, кого? Апраксины. И эти самые Апраксины являются собой наглядный пример того, как вообще интегрировалась вот эта вот татаро-монгольская знать в ряды наших дворян. Мы с вами пока подходим, я, естественно, буду прерваться, когда я буду рассказывать про определенные объекты, а потом возвращаться к основной цели нашего повествования. Мы с вами проходим вот на этот угол. Я сейчас сюда спущусь. Моя задача показать вам вот это здание и конкретно вот этот угол. Это гостиный двор. Как говорили про стенную площадь, не ходи в гостиный двор, там сидит на воре вор, отправляйся на стенную, там нагреют и обуют. Дело в том, что вот это и это, это две конкурирующие конторы на самом деле. И когда я буду говорить про пожар 1862 года, гостинодворцы вызвали самое надежное средство защиты от всего, и от коронавируса в том числе, это, конечно же, икону. Икону, с которой они сделали крестный вход, и гостиный двор таким образом уцелел. С тех пор ежегодно гостинодворские купцы совершали этот крестный ход. И сейчас вам тут возникнет фотография как раз таки с действием, которое происходит конкретно на этом углу в начале 20 века. А уже после Великой Отечественной войны, во время которой гостиный двор разбомбили очень жестко, туда попало две фугасных, тысячекилограммовых бомбы, здесь сделали ремонт. И там вскрывали лавку бывших, это вообще была зеркальная линия, на ней торговали тем, что называется ювелирные изделия и прочее, прочее. Зеркала, кстати, стоили тоже немало. И вот в лавке братьев Морозовых вскрывали пол, нашли семь каких-то очень тяжелых кирпичей в 1965 году, по-моему. Выяснилось, что эти кирпичи из чистого золота. Ну, рабочие, естественно, сдали это все государству. Дело было такое, нажимное. Мы с вами двигаемся к месту, которое было основано для того, чтобы произвести денежную реформу. Дело в том, что раньше деньги были металлические и медные. Рубль стоил больше килограмма. И когда выдавали зарплату, а бывало такое, что выдавали ее медными деньгами, то извозчики были на расхват. Народ спешил как бы затариться этими прекрасными телегами, чтобы довести свое ЗП. Вот Державину, например, выдали 2000 рублей за его оду Елизавета, так он несколько подвод потребовал, чтобы это принести. И построили здание ассигнационного банка. Сейчас мы зайдем в тюмек, и я вам хочу показать один из книгелей его. Вот там изображены... Ой, давай отойдем чуть подальше. Вот этот у нас от 150 рублей. Вот в одной из книг я прочитал, что там у нас имеется букраний. На самом деле, букраний это немножко другое. Там мы видим не черепа коров, а просто изображение этих коров. А иногда на зданиях Петербурга, и не только, например, еще и Москвы, на Кузнецком мосту, на здании Сархообщества Россия, построенном по проекту Леонти Бино, напротив Лубянки. Там передумаешься такой замечательный, в Москву Воровскому стоит памятник, как будто он как и хочет. Вот эти вот изделия архитектурного изыска намекают нам на жертвоприношение времен Древнего Рима. Когда, ну, в общем-то, чем богаче приношение, тем, как вы понимаете, больше будет выхлоп. И оставались черепа от этого, их вывешивали на стены. И, соответственно, вот эти черепа есть у нас, особенно у перетяткивающего архитектора, на доме Вавельберга, это Невская, 7-9, на здании городских учреждений. Это на Александровском саду, напротив Балтийского дома. А здесь это не Букрани, здесь это просто головы коров. Так вот, по поводу этого сегментационного банка, который был построен по проекту Кваренге. Джакома Кваренге построил у нас зимний тот самый, да, где Владимир Ильич стоит. Он построил здание Академии наук и еще много чего. Манеж, например, на Исаакиевской площади. Была проведена денежная реформа, согласно которой вместо денег выдавались ассигнации. Но была проблема, заключавшаяся в том, что... Да, да, брат, сейчас мы сюда зайдем. На, норм, норм. Сейчас мы пойдем к вам в гости туда внутрь. Так вот, ассигнации... Было такое выражение, рубль серебром или рубль ассигнациями. Изначально ассигнация была 1 рубль, ассигнациями стоила 1 рубль серебром. Но потом курс начал меняться очень жестко. И в итоге это привело к тому, что за 1 рубль ассигнациями, за 1 рубль серебром уже давали, например, 3 рубля ассигнациями. И было крайне важно, в какой валюте вы получаете свою зарплату в ассигнациях или в рублях. Если мы посмотрим на старую фотографию, то мы увидим вот эти отбойники, которые здесь стоят. Никаких деревьев нет на самом деле напротив этого здания. И когда-то здесь происходило очень замечательное шоу, о котором писал Павел Яковлевич Канцевый, хрестоматийный книги «Прогулки по Петербургу». Здесь сжигали ненужные деньги. Ну, старые имеется в виду, использованные. И народ собирался на это действие и за решетки смотрел, как это происходит. А мы с вами ныряем вот в это вот чрево Петербурга под восторженные возгласы. Можно очочки прикупить и так далее. Ну, кроссовки не совсем белые, кроссовки они такие серые. Очень пусто, очень пусто, очень пусто. Здесь сейчас возникнет такая иллюстрация. Павлик зазывает в образе Деда Мороза людей вот в этот магазин. Я работал здесь, продавал кроссовки. И перед Новым годом меня владельцы попросили, соответственно, облачиться в Деда Мороза. Там выглядывает Анна. Анна, вообще натурализованная американка. Мой друг Джеком вышел, женился на ней и уехал в Штаты. Вот, соответственно, этим мне приходилось тогда заниматься именно здесь. Мы пойдем дальше. Выйдем сейчас к бывшей толкучке. Ну, на самом деле, кстати, еще народу... Я здесь был в то время, когда столько не было. Белый еще подходит. Белый? Белый? Почем белый? Почем? Две пятьсот. Две пятьсот. За полторы отдашь? За полторы давай сделай, там еще есть. Нет, за полторы не готов. Ну, слушай, извини. За полторы бы взял. Белые очки. Белые очки. Я никогда не любил торговаться, на самом деле, в отличие от всех остальных. И в этом была моя проблема. Сюда. Джинсы? Джинсы? Почем джинсы? Дешевле. Дешевле? Чем что? Да, тысяч пятьсот. Тысяч пятьсот? А за пятьсот? Нет? Не хочешь отдавать? Есть и за пятьсот? На самом деле здесь есть джинсы и за пятьсот, и за триста, я уверен. Да, да, есть, есть. Я звезда сегодняшнего парохода, видите? Ребята в экстазе. Так вот, если мы посмотрим на старые фотографии, то есть давай вот сюда зайдем, наконец-то. Свидетелье, да? Да, да. Берите, бедяру! Вот здесь сейчас пусто, абсолютно. В годы моей молодости здесь был толкучий рынок, который потом запретили, его перенесли. А до революции здесь торговали чем угодно. Здесь торговали арбузами, здесь торговали ягодами. И нужно сказать вообще о том, что Апраксин двор, он исторически был разделен на две части. Это Щукин двор, в котором мы еще окажемся, и непосредственно Апраксин двор. И вот эта часть, где мы находимся, она как раз изначально была затеяна Апраксином. Это был Антон Степанович Апраксин, человек, который, ну, давний потомок. Вообще, надо сказать, что Апраксин, и пойдемте дальше. Чем я опасен? Чем я опасен? Чем я опасен? Можно вас спросить? А чем вот забелили так? Забелили? Это специально мы берем белых мышей, вывариваем их. Блин, идти. Чего? Вы не верите? Белые мыши вывали. Ну, это особый рецепт, я его храню в дикой тайне, на самом деле. Пойдем. Крайне интересно вообще посмотреть, как изменился этнический состав с дурляционных времен. Так вот, Апраксины – это те ребята, которые возвысились при царе Федоре, потому что вторая его супруга была Марфа Апраксина, ну и, соответственно, подфартила. И потом три вот ее как раз брата были ближайшими сподвижниками Петра. Один из них был, ну, по-современному говоря, министр, морской министр, да, президент, адмиралтеист, коллегии. А от следующего брата Андрея как раз вот ведет ветвь те Апраксины, которые владели вот этим рынком. Вот эти корпуса, они были построены по проекту архитектора Корсини. Вспоминаем нашу прошлую прогулку. Корсини – это тот человек, который построил дом на Маховой, дом 7. Тот обрушился. И с тех пор было принято согласовывать не только фасады, но и внутреннюю планировку. И вот после пожара ему доверили постройку вот этих корпусов. И Антон Степанович Апраксин, потомок, киски там бегают. Дело в том, что здесь, конечно, киски нужны, потому что помимо кисек здесь выглядят вот такие вот крыски. Размером реально с батон. Наблюдал периодически. Я не знаю, сегодня нам, возможно, не повезет, потому что много людей. Но когда людей поменьше, ближе к вечеру, они здесь начинают наяривать с диким треском. Антон Степанович Апраксин был известен еще тем, что он занимался воздухоплаванием. То есть он проектировал воздушные шары. Но ни один из этих воздушных шаров так в итоге и не полетел. Еще он прослался тем, что он в 1862 году расстрелял крестьян в стиле с очень показательным названием «Бездная», потому что они там начали бунтовать. Да, мы идем туда. Ну вот здесь вот видите такие просто... Я не хочу туда лезть, потому что я ирокез попорчу. Но вот прямо так хочется забраться на этот вот пень, на плетень. Извините, что я прерву рассказ. Вот там вот, где надпись «Великом» и прочее. Это такой легендарный клуб Манихани, где мы отжигали в молодости. Дело в том, что было время на самом деле. Сейчас счастливое время, сейчас можешь потасоваться где угодно. А было время, когда ты хочешь послушать живую музыку, и тебе надо идти вот такие места типа Манихани. Ну и, соответственно, там и с девушками знакомиться и так далее. Я там познакомился с любовью всей своей жизнью. В этом клубе как раз у моего друга Жени с Аней была свадьба, выглядящая как пельмени с шампанским. Потом они пошли туда. Я не хотел, но тем не менее пошел. И Антон Степанович Апраксин обустроил этот рынок ложным образом. Хотя, конечно, если бы он увидел, в каком обличии он предстает сейчас, у него, наверное, сердце заколотилось бы и все бы перернулось. Он в таком виде стоит очень долго и очень давно. Тут прикол в том, что все местные владельцы очень хитро оформили свою собственность. И есть огромное несколько проектов реновационных в данной местности. И даже находились некие инвесторы, но они до сих пор ничего не могут сделать. И мы сегодня будем с вами проходить туда, где, например, я знаю единственную лавку, где торгуют русские. Я там покупаю всегда вот эти вот носки у меня купленные. Ну, тут не видно, извините. Ну, они дешевые, потому что их не жалко. Мы с вами вернулись обратно на Садовую улицу. Вот тут мужчина спит. Как бы это... Коронавирусный Питер, Шаверма, Мир, Дружба, Жвачка. Вот это вот дом. Давай зайдем за солнце, чтобы его можно было показать. Вот этот дом построен по проекту архитектора Шауба. И там вот наверху есть такая, я не знаю, башенка, что ли. Так ее можно назвать. Дело в том, что улица Садовая начала в советское время название улицы 3 июля. Что это за 3 июля? На самом деле события 3 и 4 июля. Это мирная демонстрация, ну как мирная, условно мирная, значит, которая была расстреляна верными войсками Временного правительства. То есть это конец нашей русской демократии. Вот один из пулеметов как раз строчил вот оттуда. А следующий дом, если мы пойдем с вами по этой замечательной солнечной стороне, вот этот, там находятся арки. Сейчас они все, видите, закрыты. А раньше они были отдельными арками, ну потому что это была нормальная история вообще торговли купеческой. У каждого магазина отдельная арка. И вот я вам покажу фотографию. В одной из таких арок находится магазин Джордж Борман. Это знаменитая была фирма, которая производила шоколад. Про этого Джорджа Бормана много было стишков. Джордж Борман нос оторван. Или, например, Джордж Борман насрал карман. Так говорилось по поводу шоколада, который таял, когда ты его запихиваешь в карман и вынимаешь, что там определенная субстанция. То есть ММДемс еще не существовал. И дальше у нас начинается мычной переулок Аслива-Апраксин, куда мы с вами пойдем. А там за этим зданием москотельный. Вот у меня к вам вопрос. Что такое москотельные товары? Вы на самом деле знаете, что это такое. Просто, может быть, слово это вышло из обихода. Москотельный рынок был, москотельные ряды даже в охотном ряду были. В Москве, если говорить об этом. И сейчас мы перейдем с вами на ту сторону и пойдем по Апраксиному переулку. Вот здесь тоже есть чудесная фотография вот этого здания, где вот эти колонны просто обклеены рекламой. То есть вот так вот обращались с дизайн-кодом до революции. Мы смотрим на эти фотографии, которые черно-белые. Нам кажется, что город строгий, а он был просто олиповатый. Свидетели говорили о том, что Невский проспект порой напоминал лоскутное одеяло. Вот здесь один из входов в Апраксин Дворк, где вас всегда встречали раньше слова типа Спирт, спирт дорого, дорого, доллери, доллери, покупай доллери, джинсы, джинсы, доллери, доллери. Горячая сосиска в тесте, горячая сосиска в тесте. И когда ты постоянно, каждый год сюда ходишь, у тебя начинается некая, знаете... В общем, когда мне начали сниться кроссовки, которыми я торговал, я понял, что надо с этим что-то делать. Потому что мне не хотелось, чтобы эти кроссовки снились. Но помимо Апраксинного двора и лохотронщиков, про которых я вам сейчас скажу, вот здесь видите один из входов. То есть на самом деле мы могли бы, когда мы с вами шли, мы могли бы пройти насквозь. Мы туда еще зайдем, вы не переживайте. Здесь был еще один адрес и одна подворотник, куда мы с вами сейчас зайдем, связанная уже с другой моей деятельностью, сначала моей журналистской деятельностью. И это был мой первый пост главного редактора. Это была такая газета студенческая «Гаудамус». Она была бесплатная, с довольно мощным тиражом, 50 тысяч экземпляров. Ну и как бы типа независимая. Хотя что такое независимые СМИ, вы можете посмотреть в моем отдельном выпуске, который я вот ссылку на него приложу внизу, в описании под этим роликом. И надо сказать, что это был огонь. Редакция располагалась вот там, куда мы сейчас с вами идем. И у меня с этой газетой связано огромное количество историй. Ну, во-первых, это был первый случай моего ухода с линии атаки, когда после определенной статьи мне позвонил какой-то человек и гневно сказал, что «Вашу газету надо в унитаз спускать!» На что я ответил, «А мы так и делаем!» И человек просто не нашелся, что ответить. Там были такие, знаете, хватания воздуха ртом. Я сейчас вспомню код. Ну, в принципе, я его помню сейчас. Попробуем его на память испробовать. Там идут наши помоганцы, их тоже надо будет пустить. Сейчас я вспомню, попробую. Пока я тут безрезультатно пытаюсь попасть в этот двор, хочу сказать то, о чем забыл сказать, когда мы попадем на территорию Щукино двора. Именно там снимался знаменитый черно-белый фильм 1988 года «Собачье сердце». И корпуса, и конфигурация этого рынка легко угадываются в кадрах, которые вы сейчас наблюдаете. Ну, сорян, чуваки. Пошли тогда в опраху. В опраху тогда, про это рассказов не будет. Менты любовно посмотрели на меня, но поехали дальше. Да, но тем не менее, я взял с собой несколько экземпляров этого замечательного издания. Ну-ка, дай-ка мне. Видите, такое бывает. Готовишься к турам, все проверяешь, но... Но, увы, ях. На. Пойдем. Ну, что у нас есть? Ну, вот, например, такая вот замечательная обложка. Это я со своим приятелем Жекой во дворе на Махавой улице, куда я вас заводил. Вот там вот мы это дело фотографировали. Там был магазин, который торговал всякой такой трихомудей. Дальше, например, вот эта прекрасная дама сейчас в Совете директоров Макси Дома и вообще бизнес-вумен и доцент в СПБГУ на экономическом факультете. Вот моя статья еще 2001 года, посвященная терроризму. Это Ишутин, соратник Каракозова. То есть тогда как раз было событие 9-11, 9-е, сентября 2011 года. Это я не знаю, как это оказалось. Ну, вот, кстати, тоже, вот смотрите, это Козырев, который наше радио организовало. У меня было с ним интервью. Кто бы тогда сказал, что этот товарищ потом будет таким жестким оппозиционером и вообще там топить за что-то. А вот это очень показательная история. Я вам хочу... Вот так выглядит обложка. Тут в каждом номере, на самом деле, вот видите мои колонки мои. Вот я такой молоденький. Но, по поводу ошибок. Посмотрите вот на этот заголовок чудесный. Мураками круче Картасара. Дело было так. Мы сдавали это все в спешке, в поту, в темном углу. И я не помнил, как пишется Картасар. Я забил... В Яндексе мне выдало Картасар. А я тогда читал Касареса. И меня переклинило. И мы напечатали заголовок 50-тысячным экземпляром. Ну, в общем-то, что я могу сказать? Пережил я и этот факап. Мы с вами сейчас ныряем обратно в опрашку. Здесь уже не самая такая проходная тема. Пойдем. Значит, дело в том, что в те годы, когда я здесь работал, здесь процветал лохотрон. В чем заключался этот лохотрон? Заключался он в том, что люди идут по рынку, и к ним подходят другие люди и говорят, вы знаете, вот тут лотерея у нас. И вдруг выясняется, что этот человек выиграл телевизор. И его подводят к тому месту, где выдаются призы. Но выясняется, что параллельно с этим еще один человек выиграл телевизор. И надо добавить буквально, ну, буквально, я не знаю, 200 рублей. А выясняется, что у другого человека тоже есть очень жесткое желание выиграть телевизор. И он начинает добавлять 300 рублей. И этот начинает добавлять 400 рублей. И, в общем, так вот его разводят до тех пор, пока не случается максимум всей этой истории. Потом в какой-то момент резко шухер-шухер, и вся эта компания разбегается. Там были прекрасно расписанные роли. Этих людей всех знали в лицо. Они приходили даже ко мне обувь продавали. Почему их никто не принимал? Да потому что, как бы, в переулке Крылова, отделение тогда милиции, оно, естественно, окрашивало всю эту тему. И я поразился вот к чему. Я поразился тому, какое количество бабла вообще люди носят на рынок. Я слышал про такие, как бы, разводы, там, в несколько сот тысяч рублей. И один раз я реально наблюдал, как я работал в магазине, как какую-то тетку нагревали, и она просто сползла по стенке. Шах, мир, фарид. О, смотрите. Это, может быть, что-то значит? Шах, мир, фарид. Да, и после нее осталось лежать несколько булавок, которыми на... Возьми, возьми, кассету, запихни обратно. Несколько булавок, которыми она, соответственно, отстегивала свои карманы. Вот здесь вот, если на этот угол мы с вами посмотрим, здесь раньше была древолит совершенно другая лавка, и это здание представалось совершенно в ином виде, не так, как оно выглядит сейчас. У вас возникнет фотография, чтобы вы могли посмотреть. А раз уж мы заговорили про лохотрон, то я бы вам хотел показать еще одну книжку, которая у меня есть с собой. Александр, давай я интегрирую тебя в наше видео, скажу, что вот этот человек, который выглядит с таким испуганным взглядом, с такой красивой, гламурной масочкой, на самом деле отличный риэлтор и отличный юрист. Он мне помог купить три автомобиля, продать дачу и комнату, купить квартиру в доме старой пространщицы. И это все он, да. И на самом деле рекомендую, если вам надо, то обращайтесь, Саша очень хороший. Он такой, немножко параноидальный, но в данном случае это только плюс. Да, то есть, как бы, в отличие от меня, который, я помню, мы покупали квартиру, я привез вот в этом рюкзачке несколько миллионов рублей и бросил ее где-то. Он приходит, говорит, а где деньги? Я говорю, а так, и Саша такой, просто как пантера, такой, хватил ее, так не делают, да, вот, ну вот, это я, а это Саша, поэтому Саша ответственный, обращайтесь, я своих друзей с радостью пиарю. Книга вот, выглядит вот так, это все вот крестовские и петербургские трущобы. Очень известное произведение на самом деле. И здесь, в конце первого тома есть начало такое. Кому из петербургцев не была знакома знаменитая толкучка, дотла сгоревшая в духов день 1862 года? Толкучка, имеется в виду вот эта самая вот опрашка и щукин рынок. Духов день, это было 28 мая, привет, классно, нравится? Да, честно, молодец. Все для вас, парни. Спасибо, молодец. Видите, нравится? Большой молодец. Надо выглядеть ярко, даже кавказцы это оценят. Так вот, значит, верхние этажи были гораздо шире нижнего, пишет Крестовский. Вот это очень интересная история, я это всегда в Париже показываю. У меня к вам вопрос, почему люди верхние этажи делали шире, то есть они, понимаете, вот идет здание и вот здесь вот так нависает этаж. И получались такие узкие галереи. Это, кстати, особенность средневековых городов. Это связано с денежными вопросами. Напишите мне в комментариях, почему они так делали. Дальше. Все эти лавки и ловчонки сооружались по традиционной толкучно-апраксинской системе. Ничего не изменилось с тех пор. Все они, во-первых, проходные для того, чтобы в случае необходимости можно было сквозняка задавать. Это вот то, с чем я вам рассказывал, когда народ просто спрыскивает отсюда и разлетается в разные стороны. Сквозняка задавать. Во-вторых, свету дневного они недолюбливают. Внизу-то еще ничего, свет, пожалуй, допускается, ибо тут для виду предполагается торговля с зазывцем и на чистоту. Вот это все арго и сленг того времени с зазывцем и на чистоту. Дальше у нас. Здорово. Нравится? Нет? А это мне не нравится. Вот тому нравится это не нравится. Может быть, они просто из разных мест? Дальше. Привет, привет. Давай сфоткаемся. Давай, давай, давай. Только ты переверни. Сейчас, сейчас, да. Видите, какая разница? Ты откуда? Я с Афганистана. С Афганистана? Да. Что, серьезно? Да. А почему ты так хорошо по-русски говоришь? Ну, что там, вся Афганка по-русски хорошая. Годами на рынке работает. Спасибо. Что, серьезно это, из Афганистана? Да. Обалдываешь. Да? Да. Так, подожди, это же Афганистан на границе с Таджикистаном, да? Да, да. Да, да. То есть, вы из Таджикистана или за Афганистаном? Вот, с середины стоим. С середины, да? Половина туда, половина туда. Ну, вообще, Таджикистан. Мы ближе, а у нас граница. Не понятно. Как вообще сейчас торговля-то все? Накрылась? Пока Кирдык. Кирдык? Да. Кирдык. Потом будет. Потом будет. Ребята хорош, парень красивый парень. Парень, конечно, парень красивый. Самое главное YouTube выставлять, чтобы вы видели. Да, да, да. То есть, всегда вас будет. Как тебя зовут? Али Баба. Али Баба. Все на Апроксин рынок Али Баба. Зайдете на Апроксин рынок, спрошите, Али Баба, где же, где Али Баба? Почем слуга 5-го, 10-го? Как вы там, помните, в детстве играли? Да. Вот. О! Сейчас я звезда, я звезда. Просто меня тут все любят, меня тут все хотят. Да. Поблизости где-нибудь темный товарец. Да, вот, пожалуйста, вам все арго. Зазывт на чистоту темный товарец. Но это еще не все. Если вы придете сюда, например... Да, да, да. Сейчас мы, кстати, переходим из Апроксиного двора на бывший Щукин рынок. Хочу заметить, вот сейчас через эту арочку, откуда выезжает Мерседес. Мерседес, вы ходи на буквы С. Привет, привет. Так, ну вы готовьтесь к очередному потоку восторгов, в мой адрес. Привет. Откуда вы, ребята? Таджикистан. Там из Афганистана, вы из Таджикистана. Да, слушай, это для моего канала. Никто там тебя не увидит. Успокойся. Да, Павел Перец. Павел Перец, набираешь в YouTube и смотришь, да. А сова и надо? Не, не надо. Перец, перец, перец. Чтобы закончить тему с Крестовским, если вы приходите менять сюда, например, покупаете какие-то драгоценные вещи, то потом вы, оказывается, что приходите домой и изумляетесь неожиданным сюрпризом. Цепочка вдруг оказывается медной ложкой. Цепочка вдруг оказывается медной ложкой оловянной. Профессия называется обначкой. То есть, видите, обначка – это тема, терминология того времени. Да, кстати, пойдемте, я прорекламирую вам одну лавку. И еще. А если захочется, тут же под боком и обжорный ряд, и ночлежка имеется в виду. Ну и он еще пишет про то место, которое называется развалом. Если вы вдруг все-таки когда-то сюда зайдете, то я вам хочу сказать, что я вот сейчас точно не помню, либо здесь, сейчас мы развернемся, да, либо здесь, либо вот там находится одна единственная лавка, где торгуют русские. Я вот там все время затариваюсь. Поэтому, ну вот, можете прийти, и посмотреть на это чудо-чудо и диво-дивное. И второе чудо-чудо и диво-дивное вам сейчас представится буквально за углом. Ну, видите, да, есть какой контингент. Отнюдь, не мягко говоря, не православный. Действительно, в 1862 году случился пожар и выгорело вообще тут все. Апраксин двор горел как сумасшедший, сгорел Апраксин двор, сгорел Щукин двор. Шампунь, да, братан? Ну, посмотри на меня, ну, какой мне шампунь? Гель, да? Гель? Чисто официальная коронавирусная такая торговля. Вот, посмотрите, вот на это дивное дело. Здесь раньше стояла часовня Марии Магдалины. Дело в том, что когда этот пожар произошел и все выгорело до тла, то, естественно, Апраксин, Антон Степанович Апраксин, он, ну, во-первых, он поставил церковь на набережной реки Фонтанки, мы ее еще увидим, ну, на картинках мы увидим с вами. А здесь была взамен часовня, и эту часовню мы можем видеть на двух фотографиях. Значит, во-первых, вот, если мы пойдем сюда, вот, примерно она с этой точки эта фотография сделана. Если одна стена то будем и здесь. Конечно, конечно, я знаю. Я здесь работал два года когда-то. Не переживай. Хорошо. Как тебя зовут? Кого искать? Султан. Значит, первое, сначала ищем Алибабу, потом ищем Султана, да? Стопудово найдете, Они тут все одинаковые. Так, вот сюда развернусь. То есть, я думаю, с этой точки эта фотография была сделана, нет, нет, туда. И там как раз виден край, кусочек вот этой вот часовни Марии Магдалины. Это крестный ход. То есть, вот здесь, вот, где сейчас Султан Алибаба обитают. Было реально, в свое время, крестный ход проходил, то есть, такое русское, православное, понятное. А сейчас вот, а-ля-ля-ля-ля-ля, танцуем, сегодня мы с тобой танцуем, да. И есть еще одна фотография, которая показывает пожар вот этого здания, и там тоже кусок вот этой часовни присутствует. А если мы переместимся вот сюда, вот это, вот это пассаж. Я могу ошибиться, но, по-моему, построены то ли по проекту Кракао, то ли по проекту того же самого у нас предыдущего архитектора. Вот видите, там сейчас что? Кошельки, кроссовки и так далее. А раньше здесь, в советское время, продавали автомобили. И есть фотография, которые это показывают, да, ну, наши советские автомобили. Купить автомобиль в то время было не то, что сейчас, да, сейчас ты пошел, как бы все, и норм. А тогда нет. Здесь, кстати, существует еще часовня уже работающая в самом здании одного из корпусов. Вот мне очень нравится вот это вот. Я даже здесь когда был, когда здесь никого не было, такое, знаете, ощущение апокалипсиса тотального. Вот эти вот прекрасные манекены с завязанными напрочь шеями. Сашулечкин, возьми, пожалуйста, книжоночку. Все, пойдем дальше. Сейчас я залезу к себе шпаргалку, потому что я, на самом деле, наметал здесь маршрут, потому что по Акпрашке можно ходить, ну, по-разному. И вот, вот это то самое, вот это то самое, ради чего, собственно, я сюда и веду. Никого. Ну, то есть там-то, как бы, вы понимаете, да, там у нас жизнь кипит. Ага, да, действительно. Дело в том, что вот здесь Щукин рынок, и я вам хочу зачитать буквально начало, бывший Щукин рынок, начало одного произведения, которое вы наверняка все узнаете. нигде не останавливало столько народу, как перед картинной лавочку на Щукином дворе. Это начало произведения Николая Васильевича Гоголя портрет, да, то есть вот художник, он купил здесь этот портрет конкретно в одной из местных лавочек на Щукином дворе. И этот Щукин двор точно так же выгорел. И когда мы можем посмотреть на, допустим, старые иллюстрации или фотографии, показывающие переднюю линию Апраксинного двора, то мы увидим там вдруг надпись Мариинский рынок или Мариинская линия. Что это такое? Дело в том, что после этого пожара сюда приехала супруга Александра II, Мария Александровна, подарила икону Казанской Божьей Матери и ее честь, соответственно, вот эта линия была названа Мариинской. Помните, где мы с вами начинали наш замечательный рассказ? Ух ты, тут вход открыли, он должен был быть закрыт. Ну, тогда мы с вами тогда выйдем туда и пройдемся. Мы начинали с вами вот там. Вот мы стояли вот конкретно в этом проходе, в этом проезде. Ну, давайте тогда выйдем или или не выйдем. Да, давайте выйдем. Пойдемте. Немножечко, чтобы разбавить ощущения. В прошлый раз, просто когда я здесь гулял, здесь было закрыто. Очень вкусно пахнет мочой. Вот здесь раньше был ресторан, принадлежавший, не знаю, кому сейчас принадлежит, актрисе Самохиной. Вот здесь вот. А здесь вот, посмотрите, тоже редкий случай, какая панорама открывается. Абсолютно пустая. Вы такую улицу Ломоносово не увидите больше никогда. Ну, и пойдем, собственно, по ней, наверное, пройдем, по этим, по аркадам. Вот это как раз часть... Привет, девчонки! Вот это как раз часть Щукиного рынка, построенного после пожара. Да, кстати, Апраксины, они же происходят от слова Апракса, Белесый. И вот эти все Апраксины, Юсуповы и так далее, миллион фамилий, они были чрезвычайно гордые и тем, что они происходят вот от древних татарских мурс. Это к вопросу о национальном составе нашего замечательного русского православного дворянства. Они это все прекрасно понимали и свой генезис не скрывали никогда. Переулок этот раньше вообще-то назывался Щербаков, потом уже его в советское время переименовали в Ломоносово. Там стоит памятник Ломоносову, который был поставлен еще в конце XIX века. А если возвращаться к истории непосредственно самого Апраксиного двора, то там все делилось по землячеству. То есть были рязанцы, были владимирцы, как сейчас кто-то таджики, кто-то афганцы, там есть еще у нас вьетнамцы, естественно. К сожалению, сейчас эти лавки закрыты, но вообще здесь есть несколько мест довольно таких топовых и культовых в определенной среде. Например, там есть отличная китайка, но лично я, когда вот я имею в виду где можно поесть вкусную китайскую еду и, кстати, не отравиться. Но лично я, когда туда ходил, там было прекрасное заведение, такое аутентичное, я хрен знает, простите меня, вот какой-то, вот что-то там такое узбекское, таджикское. Там был прекрасный плов, замечательные лаваши, шурпа и все остальное. И вообще как бы вот правило такое, что знаете как, если в эту шаверму ходят гайцы, значит туда можно ходить. Если в это заведение, в эту едальню ходят местные, значит туда можно ходить, ты ничем не отравишься. Мы с вами подходим к очередному входу в гостиной, господи, в Апараксинбор и сейчас мы давай перейдем улицу, пока никого нет. Вот я хочу обратить внимание на это здание, Ломоносово, дом 5. Здесь будет фотография с фамилией с одной, но я вам хочу прочитать стихотворение. Брабец, Яни и Трамбле, Фаберже, Сиу, Роле, Ворман, Циндель и Гужон, Бартельс, Оливье, Омон, Дециару и Авансо, немцы, греки, итальянцы, французы и британцы, Юлицы, Мерман, Депре, Мерелис и Поль Буре, Марк, Вагау и Фон Мек, Вольф и Фишер Родибек, Ох, Кружится голова, это матушка Москва. Но нам конкретно, конечно, в данном случае интересует фамилия Циндель, потому что здесь была его лавка. Но тем не менее, это хотя стихотворение не про Москву, которое я там всегда люблю цитировать, потому что некоторые фамилии, как там Мерелис или Буре и так далее, они знакомы. Циндель, это была контора, которая производила ткани, у них была набивная фабрика в Москве, и вот у них здесь было свое представительство. Точно так же, как было свое представительство у многих контор, потому что, ну извините, столица и чего вы хотите. Мы возвращаемся в это замечательное место, пока ненадолго, потому что мы сейчас отсюда опять вынырнем, но тем не менее, я бы хотел, чтобы вы опять-таки насладились этой атмосферой, тактального аута. Самый писк начнется здесь к 20.00, когда здесь вообще все вымрет, к чертовой бабушке, и здесь будет гулять ветер, и вот эти все ребята, которые там предлагают себе кроссовки и все такое прочее, они испарятся и останется буквально... О, ну это же слушай. Это же то самое место, где можно организовать клуб самоубийц. Шикардос. То есть, если убрать машину, то здесь можно снимать такие, знаете, товарищи, вот эти дефт-металисты, вот эти... вот приходите, мне кажется, ничего не надо, просто где-нибудь под вечерком, под вечерком. Сейчас белые ночи, машин здесь не будет. Да, кстати, про поводу машин. Я тут как-то зашел недавно и обалдел от их количества. Дело в том, что раньше там был шлагбаум, и для того, чтобы заехать на территорию апраксиного рынка, вам нужно было заплатить деньги. Потом, видать... отлично. Welcome to Sainte-Petersburg. Tuaprashka? Потом пойди объясни, значит, человеку, иностранному, что такое апрошка. Апрошка, и ему, наверное, после этого будут объяснять, это апраксин двор. Двор, апраксин, ты что, тупой, не понимаешь, что такое апраксин двор? Да? Да, так вот, сейчас мы выйдем и убрали этих шлагбаумы, потому что, ну, видать, прочухали, что это сугубо незаконно. И я в какую-то мы зашел, я просто обалдел от количества автомобилей, просто народ, видать, прочухал и начал здесь парковаться. Потому что здесь, естественно, фонтанка садовая, здесь хрен припаркуешься, и народ сюда заезжает и начинает это делать. Вот это отлично огонь. Слушай, это что за агрегат такой, а? Давно такого не видел. Десна. Мне тут просили провести экскурсию для байкеров, но я, к сожалению, оказался занят. Да, тут, кстати, отлично тоже есть фреска, пойдем покажу. О! Эпис в модерн-арт буквально. Ну и вот все, что мы любим. Кошельки барсетки. Как нашего человека можно вычислить за границей? По барсеточке или по такому, знаете, кошелечку, который перекинут через плечико. Это вот на... Это наш стиль. Я помню, когда у меня была очередная экскурсия в Берлине, а у меня там мы встречаемся на углу по Мобилин-страссе и Унтерден-Линден в первый день, и вот идут люди. Я понимаю, что это мои, это мои клиенты, потому что у одного из них в руках барсетка. Ну вот, мы так привыкли. Здесь можно вот устраивать карнавал, смотрите. Ну то есть, как бы отлично. Вот, смотрите, шикарно. Требуется продавец с сознанием. Продавец, который в сознании, который не теряет его и пребывается в сознании. Вот обращайся, может быть, может быть, это ваш шанс. Смотрите, какие двери шикарные. Деревянные. Звоните Турал. Кто у нас там был? Султан, Алибаба, вот Турал, пожалуйста, можете обращаться. Шикардос. Ну, я сейчас, конечно, разбавлю немножко этот трешовый рассказ кусочком культурологической истории. Зато здесь есть сирени. Меня тут недавно спросили на экскурсии, почему в Петербурге так мало сирени. Ну, вот, есть она. Цветет и пахнет в самом центре. Да, не хватает чего? Не хватает киски, чтобы полная картина сложилась. Пидор с гребнем нюхает сирень, любит кисок. Слушай, вот это отлично, смотри, какая просто... Ну, вообще, красивое место, очень красивое место, как вы видите, да, аутентичное. Вот вам, пожалуйста, носки. Роза продает носки, но Роза подарет носки кому? Сатанизм. Сатане она продает носки. сразу видно, чуваки прошли, даже не обратили внимания, потому что у них гитара за спиной, ну, типа, ну, и чел с ирокезом, да и хрен у него. то ли дело наше... где? А, вот там. Отличное, да, ну, во-первых, вот здесь будет фотография, шикарная, сделать панораму, автобусы, автобусы, послевоенные едут, автобусы, вот в таком виде, и вот туда, смотри, какая шикарная панорама, замечательный Воронихинский шедевр, значит, Казанский собор, перед ним гостиный двор, это деяние Кокоринова и Валенда Ламота, а мы с вами идем к манифесту Карла Валыча Росси, но здесь вот выглядывают вот такие всякие... Мне нравится народное творчество, как бы людей, ничто не меняется, но есть хорошее народное творчество, пойдемте покажу, вот. Хэштег бумага стерпит, снова хорошее, то есть, ну вообще Егор Летов это уникальный персонаж, конечно, один из моих самых любимых и уважаемых артистов, я думаю, что от границы ключ переломлен пополам, знает половина людей моего поколения и все идет по плану, это прям даже сына своего научила скрипача, поэтому он теперь ходит и наигрывает на пианино, хочу доучить и целиком это все дело сыграть. Так вот, мы выходим к манифесту Карла Ивановича Росси, дело в том, что Росси, в отличие от многих его коллег, он строил комплексами, архитектурными комплексами, это человек, который во многом задал градостроительный вектор эпохи Николая I, он начинал в эпоху Александра I, но развернулся, конечно, в эпоху Николая I. У меня есть отдельный выпуск, где я рассказываю про два рядом стоящих адреса Пушкина, один из которых фейк, и вот Росси закончил свои дни там же, где когда-то жил Александр Сергеевич Пушкин в конце реки Фонтанки на набережной и здесь есть несколько зданий, построенных по его проекту, в одном из них располагалось Министерство внутренних дел. Вот туда вот отходит знаменитая улица Карла Ивановича Росси, она 22-22-220, 22 ширина, 22 высота и 220 ее длина. Я, кстати, мерил в Яндекс.Картах реально так, да. Вот это Министерство внутренних дел. Здесь террористы выпасали министра внутренних дел Дурнову в свое время. Они выпасали его на Маховой улице в том самом доме Стрихообщества Россия. Я просто об этом не сказал, когда мы гуляли по проходным дворам на Маховой, да, он там жил. К нему даже на прием пытались явиться некие девицы. Вот это вот тоже уникальная панорама, потому что здесь все забито обычно автомобилями. Вот там было флагбаумы и раньше было не проехать. Это торговый переулок. И, кстати, вот когда Сергей Кравчинский Степняк Кравчинский заколол шефа жандарма Петенцева на площади искусств, то он вместе с Адрианом Михайловым и Баранниковым они помчались на варваре, так звали коня, и домчались как раз вот досюда. Вот здесь Кравчинский вышел из-за пролетки и смешался с толпой этого самого апраксинного двора. Мы с вами выходим на фонтанку. Здесь у нас один из двух сохранившихся мостов с такими башнями. Раньше серединная часть разводилась, потому что корабли были, не корабли, фактически баржи были с мачтами. Сейчас мне понадобится одна вещь. Александр, я вас побеспокою на секундочку. У меня там есть еще один момент. Моя подсказочка. я кстати вожу, ну то есть я еще ко мне обращаются для организации каких-то корпоративных мероприятий, так что имейте ввиду разного сорта. Вот это одно из них, это в 2018 году было для одной строительной компании. Был такой блок-тур для людей из Москвы, они сюда приехали, и соответственно я им вел экскурсию по рекам и каналам Петербурга. И сделал такую вот, простите за мой французский, я это называю разблюдовка. Да, и сейчас давай перейдем пока тут красный свет туда. Значит, во-первых, посмотрим вот на ту сторону. Вот это здание, оно было полностью уничтожено и восстановлено. Это уникальный пример реконструкции с хранением фасада. Там внутри полностью иная начинка. Стоит, кстати, бюст Александру Второму, редкий вообще, не то, что в нашем городе, а вообще в нашей стране. Это здание казначейства, а вот там два крайне интересных здания, построенные по проекту Александра Ивановича фон Гогена. Вспоминаем, что Гоген построил. На прошлой экскурсии я рассказывал. Да? дом офицеров на Литейном. Здесь Гоген прикололся, очень круто прикололся. Это модерн, это не классицизм. Значит, давайте мы взглянем на ту сторону, можешь перевести туда камеру и посмотрим. Видите, что нижний этаж, там окна маленькие, а на верхнем этаже они большие. и по идее следующее здание должно дублировать это. Но там он его перевернул. Там маленькие окна на втором этаже, а на первом большие. То есть таким образом архитектор внес некий резонанс в облик набережной реки Фонтанки, что очень круто, я считаю. В классической истории это невозможно. То есть по идее у нас и слева и справа все должно быть одинаково. И вот здесь у нас сейчас находится бизнес-центр Леносдат. На самом деле здесь действительно был Леносдат. Здесь размещались все самые такие известные Вечерний Ленинград, Ленинские Искры. Привет! Я, кстати, печатался когда-то Ленинских Искр. У меня письмо там было напечатано. Может быть, с этого началась моя журналистская деятельность. Это здание мелькает постоянно. в замечательном в кавычках сериале Бандитский Петербург. Мне его тут пришлось пересмотреть на перемоточке, потому что люди хотят знать, где происходили съемки. И вот здесь, где сейчас у нас кофе и прочее, прочее, вот из этого входа один из главных героев постоянно входит в его вход. И здесь разворачивается большое количество различных событий. А раньше на этом месте вот я хочу показать, что было. Вот это Министерство внутренних дел здания торчит. Вот это церковь, которую построил как раз архитектор Людик Фонтана по инициативе Антона Степановича Апраксина после пожара. А это здание Богодельни. Это тоже одна из инициатив Апраксина. То есть он давал деньги на благие дела. Но это входило в регламент купеческой деятельности. Особенно если ты был из старобрядцев. В Москве это отдельная песня. Помимо этого он дал деньги еще на постройку другого здания. Оно сейчас называется Большой БДТ. Большой драматический театр. Да. Вот еще одно здание, которое стояло вот здесь с этой стороны. это рынок Леневича. этот сам издат он вобрал в себя вот это все. Вот такие здесь здания стояли. А вот этот театр это был один из первых частных театров построенный по инициативе этого самого Антона Степановича Апраксина. И вот посмотрите какая милая картина. Вот этот театр лодочка подплывает. Вот здесь одна крыша стеклянная кстати. Так вот этот театр горел в самом начале 20 века сгорел дотла. Он был потом восстановлен перестроен и после этого здесь была трупа которая извините господи господи гоша 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 слушай где гоша 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 идет мы с гошей работали в агентстве реал веб потом ездили в барселону потом ездили в берлин сейчас мы с гошей поздороваемся вообще мы с ним играем футбол по понедельник когда сейчас он сволочь не играет такая так вот соответственно сгорел и здесь была трупа господина суворина вот я хочу в зимний период у меня лекционный период обычно зимой сделать две лекции про давай отойдем ребят пустим уже переходить хотите да все для вас суворин и катков это как вот знаете первый канал ртр дореволюционный только у них как бы мозгов воспитание было ты че на футбол не ходишь а паха блин да вообще настиг хорош am I cool enough my baby look как слушай я снимаю экскурсии про экскурсии свои очень хорошо заходят видеоэкскурсии а 그냥 аж сейчас про что а про опрашку мы шаримся про опрашки там сучи брат реально конечно я то звезда ко мне все ходят все я то звезда меня все любят да да но я скоро сбрею то на самом деле даже летом это вот или лето вот и лето прошло вот это настало пошли давай я жду новый все гашанчик давай все на связи давай давай напишите чтобы гоша ходил на футбол но сколько можно его ждать а мы все так все так серега и ролян давай там как то его вдохновение сам приходишь наконец до суворин это человек который открыл чехова суворин это человек который был настоящим медиамагнатом и она рулил в петербурге катков рулил из москвы а суворин рулил здесь петербурге и вот помимо все прочего занимался театральной деятельностью и в народе на самом деле этот театр начали называть театром суворина а потом он так официально стал называться но что интересно что в советских путевозителях вот этот кусок с начала 20 века и до 18 года когда здесь вот соответственно большой драматический театр основался он как бы он просто отсутствует его нет мы с вами возвращаемся в опрашку то есть вы видите что на самом деле театр сколько мы сами ну вот часик гуляем отлично на самом деле театр он огромный и тянется вдаль фрейндлих басилашвили это все люди вот отсюда то есть это их как бы по-модному говоря да сейчас они резиденты этого театра я боюсь что басилашвили бы просто мне может в рыло бы заехал сказал олег скажите пожалуйста а вы резидент бдт он бы наверно даже не понял но фрейндлих вообще очень такая специальная дама вот и мы возвращаемся с вами в пустую вымершую опрашку полностью есть несколько проектов что с этим сделать эти проекты муссируются уже много лет и до сих пор ничего с этим не могу сделать я каждый раз когда сюда прихожу покупать свои носки а у меня дело в том что была такая тема я покупал в молодость я покупал на месте себе носки трусы и футболки не стирала и просто выкидывал они стали тогда вообще дешево то есть футболка тут стоила по 35 рублей носки можно было купить за 7 ну трусы до 10 вот ты покупаешь себе такой вот и просто их это выкидываешь но когда-то до революции здесь да кстати иди-ка сюда я вспомнил что там будет еще одна фотография вот после очередного пожара господи чё же нервные люди то у нас а вот как раз фотография будет здесь пожар и там церковь будет видна которая была построена как раз по инициативе антона степановича апраксина ну потом естественно снесенные после этого самого пожара здесь еще была был целый павильон принадлежавший торговому дому елисеевых но елисеевы известны по магазинам елисеевых он есть и эти магазины есть и в петербурге и москве но у нас по понтове и да барановский построил совершенно потрясающий магазин на неском проспекте я когда экскурсии вожу я всегда спрашиваю у людей о понимаете надо не бояться как бы быть ярким потому что даже эти прекрасные люди это ценят что значит успех торгового дома но елисеевы на самом деле поднялись на вине успех торгового дома когда твое вино начинает полить здесь твое вино подделывают значит все состоялось ну и в общем то мы с вами вернулись туда где мы уже ходили вот там чуть дальше то есть опрашка на вот такая вот вся прорежена ну сейчас конечно этим ребятам не позавидуешь потому что да здесь эти вот видите пожарная часть находится прямо на территории апрексиного двора вот там стоит тоже пожарки пойдем выберем для финал очки такое прямо очередной жизнеутверждающий какой-то пейзажик вот типа вот этого вот мне кажется да вот это шикарный вот ну мало то что я не смогу передать вам запах который здесь стоит да но мне кажется что здесь насилуют мышей по ночам не иначе вот это апрексин двор на самом деле возможно когда-нибудь в будущем мы соберемся и сделаем уже экскурсию по опрашке именно на ну такой кипящий будем заходить знаете какие-то лавки там спрашивать что почем там почему халва и так далее но сейчас она пока вот такая и еще раз могу вам сказать что в таком виде я не видел никогда хотя я проработал здесь два года эти два года мне дали на самом деле очень много у меня хочу закончить одну историю личную дело в том что у меня была знакомая настя и она была модельерша она им иногда попросила меня помочь в качестве манекенщика но я конечно не манекенщик да то есть и ростом не вышло все мастер и оружие не вышел но помогал и и вот была соответственно очередной показ и я помогал еще нам какой-то модельерша там ходил этих костюмах а потом меня отсюда перекинули на рынок который был напротив метро пионерская он был неотапливаемым зимой я сижу таком тулупе и вот идет это модельерша что-то там и и надо какую-то херню для коллекции она такая это нагибается видит что я сижу там за прилавком на сказать что мне было не очень приятно потому что но вот это найти сказка про нищего мальчика и богатую девочку но все проходит все меняется хочу напомнить вам что во-первых в руках у замечательного оператора замечательный девайс если вам нужна хорошая съемка в петербурге чего бы то ни было может быть кроме порнухи даже это обращайтесь слушай ну не знаю я разговаривал с операторами они горши после этого секс ненавидишь то есть вот с теми кто кто порнуху снимается после этого говорят сексом не хочется деньги не пахнут вообще короче если вам нужна хорошая с видеосъемка то обращайтесь я оставлю вот там ссылку на аккаунт вконтакте ну а мне если хотите можете задонатить не можете не донатить сейчас уже слава богу как бы стало попроще движуха пошла приходите на экскурсии на мои они проходят пока в петербурге в будущем будут проходить еще и в москве также я думаю что замучу как минимум одну в нижнем новгороде потому что метода надо приехать снять 16 роликов я не определенное обязательство перед администрацией города потому просто коронавирус стопорнул и мы не знаю вот откроют границы нет но 19 октября нас намечен тур в вену если интересно я вам сообщу все также у меня выходит соответственно путеводитель по нескому проспекту вот и это все есть у меня на сайте и все это вы увидите вот там вот там какие-то вопросы пожелания проклятие объятия поцелуи и так далее не стесняйтесь пишите я всегда на связи я всегда своем родном городе питер вам лав ну а я составляю в финале с финал очка и да вот с этой вот с ощущением тотального до а